МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это были главные темы, теперь разберемся подробнее. Инна Щеглова, исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края, после долгих напоминаний выполнила свое обещание и посетила поликлинику поселка Гресс, где, по мнению жителей, сложилась катастрофическая обстановка с оказанием первичной медицинской помощи. Встреча с инициативной группой и обещание зампреда в нашем следующем сюжете. В ноябре прошлого года на заседании Комитета государственной политики и местного самоуправления Законодательного собрания Забайкальского края депутат Константин Коростелев обратился к вице-премьеру правительства Забайкальского края Инне Щегловой с предложением посетить поликлинику поселка Гресс, чтобы решить накопившиеся проблемы. Инна Сергеевна обещание дала, а мы постарались, чтобы она про него не забыла. Визит высокопоставленного чиновника состоялся. В медучреждении ее уже ждала инициативная группа жителей поселка. Беспокойство началось, конечно, из-за большей степени то, что у нас в Харгоне получилось, да, население перекинуло на свою среду обитания и боимся такого же здесь происшествия. Встреча началась, как говорится, в теплой и доверительной манере. Это немного обескуражило по-боевому настроенных жителей поселка. Вот уже несколько лет они ведут отчаянную борьбу за сохранение своей поликлиники. А здесь их готовы были выслушать и даже что-то решить. Меня зовут Инна Щеглова. Я думаю, что вполне достаточно будет одного имени. Кто здесь у нас сегодня присутствует из самых активных жителей? За последние полтора года уволилось 20 специалистов, в том числе 10 врачей. У нас были врачи всех специальностей. Как выяснилось, чиновница давно в курсе всех бед и печали учреждения. Но только сейчас готова была предложить решение по многим вопросам. Смущало только то, что в ходе беседы Инна Щеглова без особой нужды прикасалась к лицу и поправляла маску. А также крутила кольцо на руке. Ладони держала сцепленными немного напряженно. Как утверждают психологи, это говорит о том, что она была взволнована. Возможно, что-то скрывает и ищет пути, чтобы выкрутиться из ситуации. Впрочем, ее можно понять. Ее вынудили к этой встрече. Вообще, на самом деле, все, что сейчас предусматривается, это возможность проведения осмотра и работы здесь узких специалистов по графику. Ставок, как таковых, именно, допустим, у врача-невролога, либо хирурга, на территории этого поликлинического подразделения, пока ввести не представляется возможным, потому что это противоречит, так скажем. Начнем сначала с законодательства. Мы сейчас делаем график, однозначный график посещения узких специалистов именно территории вот этого поликлинического подразделения, обслуживания этого населения. Но вы видите о том, что ремонт идет, источники определены. Здесь, в данном случае, ремонт будет закончен с учетом всех сроков контрактов. Это будет у нас апрель 2021 года. Это будет все закончено. И, соответственно, я так понимаю, что у вас сейчас пополнение в вашем поликлиническом подразделении. С понедельника текущего, в текущей неделе начал прием врач-акушер-гинеколог на постоянной основе. Я надеюсь, что вы об этом знаете. Знаете? Снова. Знаете. По поводу ремонта дальнейшего поликлинического подразделения, пока сейчас, до окончания работ, достаточно дорогостоящая. Крыша самая дорогая, на самом деле. Все остальное будем просматривать, исходя из источников. В поликлинике на ГРЭС нет фактического лица, который бы руководил данным подразделением. Поэтому, чтобы отработать все вопросы на месте, временно прикомандировано заместитель главного врача по медицинской части. В частности, жители попросили флюорографический аппарат, маммограф и другое медицинское оборудование. Но главное подтверждение – поликлинике жить. Все какие-то ненужные мысли на предмет закрытия поликлинического подразделения отметаем. Этого не будет однозначно. Здесь это то подразделение, которое обслуживает большое количество населения. Если мы говорим о прикрепленном 9,5 проживающем 13, как вы сейчас действительно верно сказали, о закрытии речи не идет. Печально, что для решения рабочих и не очень значительных вопросов в системе Забайкальского здравоохранения требуются годы и вмешательство зампреда правительства Забайкальского края. Инна Щеглова прибыла в сопровождении свиты сотрудников клинического медицинского центра. По ходу беседы им давались строгие наказы. Обещания людям даются уже не первый год и как было небытие, так и осталось небытие. Сделаем таким образом. График, во-первых, нужно направить в мой адрес, это первое, конечно, что нужно сделать. Этот график я буду проверять лично, равно как у нас есть еще одна медицинская организация, которую я проверяю и веду ход исполнения наших обещаний лично. Периодичность, так скажем, моих посещений тоже здесь будет, ну хотя бы раз в месяц для того, чтобы встретиться и спросить. В целом, на эмоциональном уровне встреча носила положительный, можно сказать, даже позитивный характер. Стоит отдать должное выдержке чиновника. Она осталась приветлива как во время разговора, так и последующего обхода кабинетов с массой необязательных вопросов. 22 февраля, следующая встреча, что изменится за месяц, как проработается маршрутизация пациентов, как увеличится количество русских специалистов здесь, да, приезжающих и так далее, что у нас будет тут аппаратно-техническое оснащение, как это все увеличится. То есть посмотрим, как она начнется, работа, да. Хотелось бы нам, конечно, определить все-таки, из-за чего такая проблема сложилась, чтобы такого не допускать, чтобы эти грабли убрать, да, с нашей дороги. Ограбли действительно актуальны. Организация работа в Забайкарской медицине выглядит неестественно. Образно выражаясь, не для того у нас так долго и так дорого учат генералов, чтобы они выполняли функции сержантов. Вопросы уровня заместителя главного врача решает зампредправительство. А чтобы не допустить закрытие медучреждения, нужно писать президенту. Хотя новых ставок введено не было, доктора в магазине не продаются. Вместо пяти терапевтов заполнены две ставки. Пообещали выучить медсестру в физиокабинет и определить график работы узких специалистов. Через месяц мы снова встретимся. Инна Щеглова пересчитывает стулья и медперсонал. Выслушает очередную порцию жалоб от местных жителей, которые, в принципе, добиваются одного, чтобы их уважали. И не забывали о том, что они люди. Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, Антон Доценко, ЗАП-ТВ. У кого гирлянда ярче? Сегодня в столице Забайкальского края подвели итоги конкурса на самое красивое и необычное новогоднее оформление. Путем голосования были определены и выбраны более ста победителей. На церемонии вручения побывали и мои коллеги. Им слово. Заснеженное утро понедельника в городской администрации началось не с планерного совещания, а с радостных поздравлений и громких аплодисментов. А все потому, что пришло время определить и наградить самых оригинальных людей с богатым воображением. Именно они помогли украсить Читу перед праздниками и создать новогоднюю атмосферу. И самым первым на очереди за заслуженной наградой стал самый маленький победитель в этом конкурсе вместе со своей семьей. Второе место в конкурсе «Рождественская роспись» и сертификат на 4000 рублей вручается семье Серебряковых. Украшены были парки, скверы, дворы, фасады жилых домов, торговых центров, салонов, кафе и ресторанов. В 2021 году Чита сияла по-особенному ярко и красиво. Победители в номинациях «Новогодняя сказка», «Рождественская роспись», «Рулим с Дедом Морозом» и «В гостях у сказки» получили в подарок денежные сертификаты. Но, как признаются сами победители, лучшая награда – это отзывы людей и непередаваемые эмоции от ярких новогодних огней. Самое главное – это эмоции людей. И поверьте мне, эмоции людей – это важнее любой награды. И когда мы уже в конце ноября, даже в середине ноября смонтировали нашу входную группу, поверьте мне, у нас выстраивались очереди в несколько человек для того, чтобы сфотографироваться. У нас клиенты не могли попасть в наше бюро. И вот, понимаете, когда я вот это увидела, это самая главная награда, и это то, ради чего и наша городская администрация, и краевая администрация, и все предприниматели города – это то, это вот эмоции, да, это атмосфера, это то, ради чего мы все вот это все делаем. Это очень хорошо, что на уровне и городской, и краевой администрации идет очень большая и мощная поддержка. И поэтому мне хочется сказать, что вот этот конкурс, да, это своего рода, конечно, конкуренция, но мне хочется к этому относиться не как конкуренция, а к какому-то общему классному, крутому делу. Насколько бы креативные четинцы не старались украсить город к праздникам, находятся те, кто не ценит чужой труд и красоту. Частые случаи вандализма продолжаются до сих пор. Хулиганы все так же срывают новогодние украшения, ломают и спиливают хвойные деревья, причиняя городу и его жителям колоссальный ущерб. Я обращаюсь к тем, кто, конечно, это не ценит. Это тоже, вы знаете, неприятно, когда человек строит, а другой ломает. Конечно, вот обращаюсь, чтобы ценили, ценили чужой труд. Много таких случаев было, да, и гирлянды обрывали, и елки роняли, и ломали елки. Поэтому это, конечно, жалко, очень жалко, потому что это наш с вами труд. Несмотря на трудности, горожане не опустили руки и нарядили чету, придав ей статус самого красивого города на всем Дальнем Востоке. Конкурс на лучшее украшение становится уже традиционным и находит все больше желающих поучаствовать в предновогоднем соперничестве и побороться за звание самого креативного художника и автора новогодних инсталляций. Мы видим, что люди в конкурсе участвуют с желанием, с огромным желанием. Видно это и по дворам, и по лицам людей, и по радостным лицам. Поэтому мы с вами ощутили это, увидели. Конечно, всем большое спасибо и молодцы, что участвовали, оформляли наш город, нашу столицу Забайкальского края. Не оставили без внимания и муниципальные учреждения. Детские сады, школы, университеты – все получили свои заслуженные награды и признание от горожан за такой красивый внешний облик столицы Забайкалья. Виктор Соловьев, Николай Шунков, ЗАП-ТВ Меж тем, пока в торжественной обстановке вручали награды, в городе почти произошел транспортный коллапс. Обильные снегопады, перепад температуры могут превратить дороги Читы в ледяной каток. Как и с каким успехом администрация города очищает улицы от снега, чтобы предотвратить эту проблему, выясняла наша съемочная группа. Сити-менеджер Читы Александр Сапожников во время оперативного совещания выразил опасения, что дороги в городе могут превратиться в лед из-за большого количества выпавшего снега и предстоящего похолодания. По его словам, за минувшие выходные и утро 25 января в городе выпала почти месячная норма осадков. А также, противоречив самому себе, заявил, что все силы и средства брошены на уборку улиц, что техники и людей хватает. Для того, чтобы проверить, насколько хватает сил Александру Михайловичу, наша съемочная группа в 9.30 выезжает с рейдом по основным магистралям столицы края. Результат виден после пяти минут осторожного фигурного скольжения на редакционном автомобиле. Результат виден после пяти минут осторожного фигурного скольжения на редакционном автомобиле. А в чем еще причина основная? Это гололед? Гололед, да, гололед. Дороги как бы не чищены. Транспорта у нас нет, чтобы кто-то дороги чистил. Вот основная причина всей аварии. Во сколько вам ремонт обойдется? Ну, я даже не скажу, но думаю, тысяча, наверное, 80 точно обойдется ремонт. Ну, на моей машине. Ну, у него побольше, как у него значение. Ну, повреждения побольше, ему, наверное, больше обойдется. Ну, тысяча сто, наверное. Как признались сотрудники ДПС, авария сегодня для них не первая и, видимо, не последняя. Интересно, можно записать в протоколе ДТП по независимым от водителя причинам? Вы же видите, скользко. Ну, вот я поворачивал со Смоленской, скользко. Не тормозит и не поворачивает. Поэтому и вы... Основные магистрали – центр города. На дорогах еще не замерзшие сугробы, иначе не скажешь. Местами видны скользкие участки дороги. То ли результат работы техники ДМРСУ, то ли просто автомобили раскатали. Следов рассола или песка не видно. Толку вообще нет от того, что сейчас дороги чистят, потому что, когда на дорогах снег, сцепление колес, трассы лучше. А вот сейчас прошелся грейдер или машины колесами раскатались. Сейчас тут больный лед. Дороги не посыпают ни раствором, ни песком. Сцепление фактически нулевое. Поэтому без лишней надобности я считаю, что вообще сегодня не нужно никуда ездить. Вот такое мое мнение. Вы получали СМС-ку от МЧС о том, что надвигаются вот снегопады? Я от МЧС получаю СМС-ки, что магнитные бури, что вспышки на солнце, что похолодание, что потепление. А что вот такой вот циклон, судя по всему, продолжительный, я ничего не получал. Вообще-то реально, допустим, силами нашей ДМРСУ подготовить дороги хотя бы в центре посыпать? Мне кажется, пока петух жареный не клюнет, поп не перекрестится. Вот. Как только произойдет какая-нибудь крупная авария, падение тех же автобусов и так далее, тогда зашевелятся, поставят ограждение, посыпят дороги, сделают разметку, проведут освещение. Вот. А сейчас, в принципе, жалоб нет, и поэтому ничего делаться не будет. Того, что мы увидели на центральных улицах города, было достаточно. В отдаленные районы можно было даже не ехать. Снегоуборочные машины ДМРСУ, как добросовестные чиновники, все о них слышали, но мало кто видел. Грустное состояние дорог. Ездить сложно, дороги разбитые, но сегодня радуют, сегодня чистят. И видела, как посыпают этим песком дороги. Мы обратились в ДМРСУ за комментарием, как продвигается очистка дорог. И вот, что нам рассказал первый заместитель директора предприятия. Беликовского, Чкалова, Бабушкина, Магомякова, Белика, Шилова, Красной Звезды, Журавлёва, Таёжная, Тун, Занечаева, Верховенская, Кирова, Белорусская, Корейская, Амурская. Все ночи, ездили, медли и убирали. Также посыпали Мостовский тракт, аспект советов, удавая песчаная, здравительная. И Читадору, магистрали прошли. Привокзаль на Петровскую, Бутина до Бабушкина, Чайковского от Ленинградской до Журавлёва, Ленинградскую от вокзала до Бабушкина и Ленина до Бугамякова и от Ленинградской до Ленинградской до Семенковской. Вот, соответственно, сегодня на день у нас запланировано 5 безкрасноистных машин, 4 МКСМ-ки и 2 трактора. Сейчас все ездят работают, также работают КДМ-ки у нас с отвалами и 2 грейдера работают. И на ночь, соответственно, также порядка достигней техники у нас. Прекращается, хотя его оценят как умеренный. Вот те силы, которые привлекаются, как вы считаете, они будут достаточны? Ну, в реальной ситуации мы привлекаем максимум тех усилий, которые мы можем привлечь. Хотелось бы, конечно, чтобы было бы больше, но у нас тут на подходе как раз-таки техники, которые будут в начале февраля ожидаем, поэтому должно быть полегче. Но сейчас у нас вот на 100% загружено предприятие. Все силы, которые есть, они все брошены на снег. Да пусть в добрый час прибудет нашим чиновникам критика автомобилистов и пешеходов Читы. Не заденут их разбитые автомобили и жертвы ДТП. Снег выпадает у нас не в первый и даже не в десятый раз. Средств на уборку с природными явлениями выделяется немало, только где результат. А между тем, не может не радовать, что завтра, 26 января в 18 часов, в своем инстаграм-аккаунте сити-менеджер наконец ответит на все вопросы горожан. Юрий Житлухин, Виктор Соловьев, Антон Доценко, ЗАП-ТВ Впереди у нас короткая реклама, после которой мы продолжим знакомить вас с главными событиями этого дня. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро. У каждой девушки есть свой секрет стройной фигуры. Мой – это Литик Косметик. Эффективная антицеллюлитная косметика для тела. Жиросжигающие комплексы, обертывания, масла, скрабы и многое другое. Все из натуральных и качественных ингредиентов от российского производителя. Литик Косметик. Теперь и в Чите. В торговом центре Макси Нашилова 100. Вы смотрите новости на ЗАП-ТВ. Мы продолжаем. Оперативное совещание в правительстве Забайкальского края. Вакцинация, закупка средств индивидуальной защиты, дополнительные деньги на топливо. С началом нового финансового года министерства отчитываются о проделанной работе практически за месяц. Подробнее расскажут мои коллеги. Оперативная обстановка по коронавирусу стабильная. Фиксируется снижение случаев заболевания. Центральной темой является вакцинация. По словам зампреда правительства Инны Щегловой, в край поступило 23 тысячи доз вакцины. Развернуто 17 пунктов вакцинации. Адреса медучреждений Забайкалья, где можно поставить прививку против COVID-19, вы видите на экране. Не менее важной темой последних дней стали закупки средств индивидуальной защиты. По сообщению источника, сотрудники УБЭП по Забайкальскому краю, а также сотрудники Следственного управления Следственного комитета при поддержке Росгвардии, на минувших выходных провели обыски в краевых учреждениях Минздрава. По предварительной информации, в результате обысков обнаружили крупные партии контрафактных средств индивидуальной защиты, предназначенных для работы медицинского персонала в красной зоне. Ранее сообщалось о закупке краевой клинической инфекционной больницей средств защиты на 63 миллиона 800 тысяч рублей без проведения торгов. По официально неподтвержденной информации, товар не имел сертификатов и был куплен по завышенной цене. Отметим, что в период пандемии в медучреждениях края действительно был дефицит средств защиты. Сегодня, сообщают в правительстве, ожидаются дополнительные поставки. У нас из Росрезерва в конце 2020 года было принято решение о дополнительном выделении средств индивидуальной защиты для медицинских работников Забайкальского края. Итого у нас придет 150 тысяч комбинезонов одноразовых, 500 тысяч пар перчаток и 900 тысяч медицинских масок. Таким образом, мы будем обеспечены дополнительно еще средствами индивидуальной защиты. Поставки осуществляются с 18 января. Отметим, что Китай с 10 января ввел запрет на ввоз промышленных товаров. А еще в апреле 2020 года постановлением Российской Федерации госзакупщиков обязали покупать маски у отечественных производителей или стран-участников Евразийского экономического союза. Поэтому очередные партии средств защиты не из Китая. Но это не точно. Минстрой Российской Федерации выделит Забайкальскому краю 650 миллионов рублей на закупку топлива и ремонт отопительного оборудования. Договоренность конца 2020 года приобретает вид официальных соглашений. Минстрой взял работу, готовит распоряжение, отрабатывая с Минфином сейчас эту историю. И в принципе, мы ждем финансирования, которое мы так и недополучили в декабре в размере 650 миллионов. Как ранее заявлял Илья Золотухин, финансирование пойдет на этот отопительный сезон. 405 миллионов рублей на закупку топлива, 244 миллиона рублей на завершение ремонтной программы. И в той, и в другой части еще в начале отопительного периода возникали проблемы. Напомним, в ноябре счета компании «Заптек» были заблокированы из-за долгов. Долги, в свою очередь, образовались из-за недополучения выпадающих доходов, по версии руководства компании, и из-за высоких премий этому руководству, по версии правительства края. На сегодняшний день у нас по нашему главному проблемному предприятию «Аузаптек» расчетные счета разблокированы. То есть основная часть долговой нагрузки, особенно по налоговой инспекции, у них погашена, готовится, проводится, конкурсная процедура готовится к самостоятельной закупке топлива. Компания вышла из кризисной ситуации, но, как она там оказалась, покажет финансовый аудит, результаты которого правительство обещает представить в феврале. Далее – предпринимательство. На фоне сокращения субъектов малого и среднего предпринимательства в крае запущена программа поддержки под названием «Услуги по разработке франшиз для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в области социального предпринимательства». То есть для предпринимателей, обеспечивающих занятость инвалидов, одиноких или многодетных родителей, пенсионеров, доля таких лиц на предприятии должна быть не менее 50%. «Сейчас идет продвижение услуги по разработке франшиз для субъектов МСП Забайкальского края. Те, кто задействованы на социальном предпринимательстве, в целом у нас на эти услуги запланировано финансирование 2 миллиона рублей. И здесь полностью поддержку мы готовы осуществить на площадке моего бизнеса». У предпринимателей есть еще неделя. Заявки принимаются с 15 по 31 января. Тамара Ванфули, Николай Шунков, Антон Доценко, ЗАП-ТВ 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 На этом наш выпуск подошел к концу о новых событиях. Мы расскажем вам завтра, а прямо сейчас вас ждет прогноз погоды. Всего вам доброго и до новых встреч! Во вторник 26 января будет пасмурный небольшой снег. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура ночью минус 25 градусов, днем минус 16. На этом все. До новых встреч в эфире! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!